10 денежных выплат, которые полагаются наследникам, кроме самого наследства, о которых вы, возможно, и не знаете. Под наследством чаще всего понимают квартиру, дом, вклад в банки, машину и прочее имущество, которое было у наследодателя при жизни. Но стоит обратить внимание и на то, что наследникам, помимо всего этого, полагаются дополнительные выплаты, и их немало. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Чтобы не останавливаться по ходу видео, сразу скажу, что ссылку на нормы закона и акты суда мы оставим в описании к видео. Первое. Пенсия. Полагается наследнику после смерти родственника. ПФР обязан выплатить наследникам пенсию, которая осталась не полученной пенсионерам, умершим наследодателем. Выплата пенсии прекращается с первого числа месяца следующего за месяцем, когда ее получателя не стало. Статья 25 закона 400. Поэтому, если пенсионер скончался, к примеру, 3 января этого года, начисленная ему пенсия за весь январь полагается наследником. В первую очередь, членам семьи, которые с ним проживали. Если они не обратятся, деньги выплатят предъявителю средительства права на наследство. Кроме того, наследники имеют право на назначение своей пенсии, если они находились на иждивении покойного. Также пенсия по случаю потери кормимца полагается несовершеннолетним детям, неработающему супругу, если он ухаживал за детьми до 14 лет, или нетрудоспособным родителям и супругу-наследодателям. Основание. Второе. Дополнительные социальные выплаты, не полученные умершим пенсионерам. Все иные социальные выплаты, которые были начислены наследодателю при жизни, но не получены им, также предсчитаются его наследником. Это могут быть как выплаты федерального характера от ПФР, например, ежемесячная денежная выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, разовая выплата в 10 тысяч рублей, которая перечислялась пенсионерам в сентябре прошлого года и так далее. Также и региональное назначение. За ними нужно обращаться в отделение соцзащиты населения. Следующее. Пенсионные накопления. Наследникам должны выплатить страховые возносы на накопительную часть пенсии, которые были учтены на лицевом счете наследодателя, если при жизни он ими не успел воспользоваться. То есть не обратился за назначением накопительной пенсии или единовременной выплаты. Пенсионные накопления выплачиваются в первую очередь супругу, детям и родителям наследодателя. Тем пенсионным фондам, где они хранились. ПФР или НПФ. Обратиться за выплатой нужно в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Ну а я перехожу к следующему. Четыре. Пособие на погребение. Федеральное пособие выплачивается пенсионным фондом за неработающего пенсионера или работодателем через органы ФСС, если умерший был трудоустроен. Итак, с 1 февраля 2022 года размер пособия почти 7000 рублей. Имейте в виду, дополнительные выплаты могут быть предусмотрены региональными законами. Например, жители Московской области, у которых доход не превышает 2-х кратного прожиточного минимума, выплачивают материальную помощь на оплату погребения своего родственника. Идем дальше. 5. Страховая выплата. Если жизнь наследодателя была застрахована, его наследники могут претендовать на страховое возмещение при условии, что обстоятельства смерти подпадают под страховой случай. Верховный суд в свое время постановил, что выплата по договору страхования банковского кредита может быть получена не только банком, но и наследниками, если сумма страхового возмещения окажется больше, чем оставшийся долг по кредиту. При этом не имеет значения, что выгодоприобретателям по договору страхования указан только банк. Основания. Идем дальше. 6. Компенсация советского вклада или страховки. Если умерший в свое время не получил компенсацию в Сбербанке, своего вклада, открытого по состоянию на 20 июня 1991 года и не закрытого до этого же года, она полагается его наследником. Сумма выплаты составляет 3-х или 2-х кратный размер остатка вклада по нарицательной стоимости. В зависимости от года рождения вкладчика по 1945 год включительно или позже. А в Сбербанке же наследникам таких вкладов полагается пособие на погребение до 6000 рублей. Аналогичные выплаты предусмотрены от Росгостраха в счет компенсации по страховым полисам советского гостраха. Основания. Следующее. 7. Компенсация стоимости лекарств. Наследник может получить возмещение стоимости лекарственных препаратов, которые полагались наследодателю бесплатно. Но он или сам наследник приобрел их за свой счет. Такой прецедент есть в судебной практике. В пользу дочери покойного мужчины с больницы, где он находился на лечении, взыскали стоимость лекарств, которые назначил врач. Несмотря на то, что они полагались в рамках программы ОМС бесплатно, их в больнице не было. Так что дочери пришлось их купить. Можете ознакомиться с определением суда. Ссылка в описании. Идем дальше. 8. Компенсация морального вреда. Верховный суд в свое время подтвердил, что наследники могут претендовать на компенсацию им морального вреда, причиненного утратой близкого родственника, из-за некачественно оказанной медицинской помощи. Определение. Кроме того, наследники могут требовать компенсацию морального вреда, которую наследодатель взыскивал в свою пользу с кого-то, но не успел получить. Определение. Идем дальше. 9. Возврат налога. Налоговый вычет, который не успел получить наследодатель, например, за расходы на покупку жилья, оплату лечения, обучение и так далее, могут получить его наследники, но при одном условии. Если наследодатель подал налоговую декларацию, в которой заявил свое право на вычет. В тех случаях, когда декларации не было, наследникам, увы, не удастся взыскать с ВНС сумму вычета. Вот определение. 10. Зарплата и алименты. То, что не успел получить наследодатель, но уже было ему начислено, зарплата, отпускные и даже алименты полагается его наследником. Например, в пользу пожилой женщины взыскивались алименты с ее бывшего супруга. На день ее смерти долг по алиментам составлял 500 тысяч рублей. Поэтому за ее дочерью, которая стала наследницей, признали право на взыскание этих денег с должника. Вот номер дела. Друзья, надеюсь, видео было полезным. Жмите палец вверх, пишите свои мнения в комментариях, подписывайтесь на наш канал и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok